Здравствуйте! В эфире информационно-развлекательная передача, ваше любимое вечернее шоу «Вятка Тодэй» в студии Александр Сорокин. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Ежедневный новостной срез рубрика «Дичь дня». Жительница деревни Денисова Слободского района держит трех коров. Акса Настяшкина и каток в рубрике «Наболела». А вы не катаетесь, что ли? Я катаюсь, но то я обхожусь здесь. А также приятный гость в нашей программе рубрика «Порадовала». Патриотичный альманах рубрика «Слава Богу, не земляк». Ищем дом обаяшки. Будет очень хорошим, любимым питомцем для маленьких детей. И тестируем горки нашего города. Три, два, один. Гоу! Каждый день наш информационный страж Роман Корнеев на своих стареньких деревянных лыжках бороздит по просторам информационного леса, чтобы доставить к вашему столу свеженькую дичь дня. Дичь дня. Дичи сегодня немного, зато какая. Жизнь человеку дается всего один раз. И прожить ее нужно так, чтобы потом о тебе сняли биографический фильм. Но только если ты кировский массажист, а тебе снимут не гладиатор или Александр, а новую серию реальных пацанов. Следующий божественный заголовок сегодняшнего дня. Зачем вам геморрой в новом году? И правда, зачем мне геморрой в новом году? Ну и как мы раньше жили без вот этой новости дня? Жительница деревни Денисова Слободского района держит трех коров. Пшш! Уху! Простите. И последний сегодняшний заголовок. Неадекватный мужчина пугал соседей. Он кричал и отрывал электропроводку. Вот вам маленькая аудиозарисовка, как это происходило. Да! Да! Провода! Это дичь дня. Какие новости? Такая и рубрика. Дичь дня. У нашей программы и у управляющих компаний города отношения как у влюбленного парня и зазнавшейся девушки Фифы. То есть мы им постоянно звоним, смски шлем, даже бывает под окнами стоим, а они ноль внимания. Вот и сегодня очередная попытка достучаться до холодных сердец управляющих компаний. Рубрика «Наболела». На улице зима. Всем так хочется встать на коньки, покататься, но при этом не платить деньги. У меня есть решение. Приходите на улицу Сурикова, 11А. Тут открылся совершенно бесплатный каток. Вот только местные жители совсем недовольны таким открытием. Это вообще безобразие. Давно каток-то открылся у вас? Ну, уже недели полторы. Ну и как? Спрос есть? А с кого? С кого? Нет. Ходят ли люди кататься? Ха, тут постоянно ребятишки играют, вот они спускаются на санк, здесь. Ну, а вы не катаетесь, что ли? Я катаюсь, но то я обхожусь здесь. Как оказалось, образовался он из-за ручейка, который бежит от дома номер 13 по улице Сурикова. Подробнее о нем рассказали юные эксперты. Ручей какой-то, как не зимой. Нет. Ну, если там приложить, то там такой тепло. Если он растаивает сразу же. Если так руку сделать, то там немножко тепло идет. Ну, вот как думаете, хорошо это или плохо? Плохо. Почему? Потому что вдруг идет и упал туда кто-нибудь. И если детишкам весело, то взрослым не до смеха. Там вся женщина шла, подсказалась, что-то упал. Там дальше, ниже. От этого, наверное, ручейка. Там потому что все. Там каток образовал. Да-да-да, вот видите, внизу спуститесь. Мы прогулялись и нашли исток этого ручейка. И бежит этот ручейок, начиная от 13-го дома и прямо до 11-го А. Автор этого ледяного аттракциона все-таки не ручей, а нерадивые сотрудники коммунальных служб, которых и нужно поблагодарить за этот каток. Приглашайте на каток всех сюда. Пожалуйста, пусть приходят, катаются. Каток, конечно, дело хорошее, но все-таки должен он находиться в специально отведенном для этого месте. Оксана Стяжкина, Игорь Волосков, программа «Вятка Тудей». У вас что, практика? Ага. Понятно. Не из политеха? Нет. На театралке тоже много таких. Каких? Таких же с камерами, с вопросами. Да. Только их посылают постоянно. А вы меня сейчас не пошлете? У вас огонька не будет? Зажигалки там? Не курю. Ладно, ничего, все. Как, я нормально практикуюсь? Нормально еще. Какую оценку мне поставить? Из скольки? Из пяти. Четыре из пяти. Четыре. Ну, пять, это слишком. Для студента? Для студента. Спасибо. И в лучших традициях распорядка дня Эмма-подростка погрустили. Тут же нужно поулыбаться. Рубрика «Порадовала». Сегодня в рубрике «Порадовала» 25-метровый трамплин. Да-да, именно этот. Дело в том, что этот трамплин своими руками построил житель поселка Ленинская искра Александр Зайцев. С помощью пилы, молотка и двух помощников Александр совершенно бесплатно сделал для своего поселка вот этот трамплин, с которого прямо сейчас скатится первый лыжник. Каждый день, стирая палец в перелистывании новостей, мы частенько выдыхаем ароматом кофе и вафель. И, фух, слава богу, не земляк. Мы даже такую рубрику создали. Новости о людях, которые не являются кировчанами. Слава богу, не земляк! Вчера вся страна отмечала Старый Новый Год. Для особо придирчивых – Новый Год по старому календарю. Большинство россиян именно этим днем ставят жирную от сельди под шубой точку на новогодних праздниках. Но не кировчане. Фиг мы выбросим елку в январе. Но если вдруг в ваших жилах перестал лить советский квас, губы не могут произнести бу-ди-чоли, то вот вариант, как избавиться от новогодней елки 13 января. Еще одна новость без привкуса соус-майонез. Китаянка подарила бывшему парню мыло из своего жира. Мол, толстый меня называл? На-ка, умойся. Новость про человека, который не то чтобы не земляк, не то чтобы даже в Кирове ни разу не был, а даже на свою жизнь ни разу не чокнул. Пьяный мужчина из Шадринска перешел дорогу, упал головой в снег и покорил интернет. Если вдруг вы не обратили внимание на баннер на этой улице, то повторим. Агентство Ады-Хай. И это, судя по всему, вирусный ролик. Ады-Хай, приди к нам и ляг где хочешь. Вам все еще мало? Пожалуйста. Тюменские радиоведущие ставили одну песню руки вверх три часа подряд. И нет, этих радиоведущих не зовут Сережа и Алеша. Сорок раз подряд они включали эту песню. Настоящее испытание для этих радиоведущих. Но они скисли всего лишь за три часа. Почему мы рады, что это не земляки? Да потому что кировчанин бы так быстро не сдался. Давай еще раз. Королева красоты. Это была рубрика «Слава богу, не земляк». Гордитесь кировчанами. Слава богу, не земляк! А продолжает эфир рубрика «Баяха» пристроим вместе. Рубрика, от которой не бывает аллергии и от нее не пахнет в углах. Пес Джек. Милый, обаятельный и любит есть сушки. Ему сейчас примерно три месяца. Характер у него очень такой контактный, очень беспокойный он. У него точно есть что-то от овчарки. Соответственно, если его будете брать домой, он будет очень хорошей сторожевой собакой. Но это впоследствии сначала будет очень хорошим, любимым питомцем для маленьких детей. И с лошадками общается, и с людьми. Кто его последний раз покормит, затем он хвостом и бегает потом. Если вы хотите стать любящим хозяином для Джека, звоните по номеру 780728. Термометр сладко шепчет «Минус 20». А это значит, что самое время выйти на улицу и заняться спортом. Санки, лыжи, сноуборд, коньки. И самый бюджетный вариант – картонка. А вот с каких горок на этой картонке скатиться, где выкричать весь запас «У-ху-ху-ху-ху-ху» – расскажет Александр Светлик. Ну что, говорите там, у уборщицы сумку за 300 тысяч своровали И теперь у нее работа мечты? Нет, работа мечты у меня Ведь я в своем возрасте тестирую горки Я отношусь к этому очень серьезно Итак, первая горка Сквер 60-летие СССР Фух, веселье, радость, улыбка и смех И вроде бы взрослая жизнь И страховку на автомобиль подняли И на работу каждый день ходить И за квартиру платить каждый месяц Но на горке на этой забываешь обо всем Ставлю по уровню радости 5 баллов из 5 По уровню экстрима 4 порванных штанины из 5 Ну и по массовости всего 1 балл Так как катается всего один экстримальчик Это я скачусь-ка еще раз 3, 2, 1 Продолжаем тесты дорогого увлечения, как покатушкинг Стоимость моей экипировки 0 рублей, а счастье на 1000 Будет ли так на театральной площади? Проверим и протестируем эту горку Три, два, один. И какая разница, кто на чём катается? Годно не пикроба, это получается. Какой у тебя разряд по покатушкингу? Третий. Почему выбрал именно этот склон? Думаю, что он крутой. Насколько крут из пяти баллов? На четыре. Итак, наш эксперт поставил четыре порванных штанина из пяти по уровню крутости. По уровню массовости лично я ставлю пятёрку из пяти. Ну и третий критерий. Радостность. Ха-ха, на полную. Пять из пяти. Как тебя зовут? Руслан. Руслан, на перегонки? Да. Поехали! Я обогнал, послушай. Я здесь чемпион теперь. На улице мы уже давно, поэтому я ставлю нашему катанию четыре отмороженных ноги из четырёх. Мои две и две оператора. Поэтому самое время заканчивать третьей горкой у диорамы. Здесь она залита прямо по ступенькам. Классно, здорово, но больно по ступенькам. Будем подводить итоги. Итак, пять порванных штанин из пяти по экстриму. По уровню массовости всего лишь один балл, так как катаюсь здесь один я. Ну и третий уровень радостности был бы очень высоким, если бы не боль. Поэтому три ха-ха из пяти. Подводим итоги. Третье место с девятью баллами занимает горка у диорамы. Второе место сквер 60-летия СССР и 10 баллов. Ну и первое место горка у театральной площади. 14 баллов. Поздравляем! Ну и чтобы этот сюжет был хоть чем-то полезным, скажу детям. Не курите, носите шапки и учите уроки. Игорь Волосков, Александр Свитлик. Программа «Вятка Турдей». И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Желаете попасть в наш эфир хотя бы своей новостью? Присылайте ее на нашу почту вятка.тудейсобакамуэлл.ру Или позвоните нам, поболтаем. 54 18 19. В студии был Александр Сорокин. Увидимся уже завтра. Не скучайте, утепляйтесь, разгребайте свои машины. Пока!